Послание святого апостола Павла Гримлена, 12.17. Никому не воздавайте злом за злом, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Ничего особенного в этих стихах нет. Кто призывает сегодня мстить? А когда задумаешься, весь мир в этом живет. Война закончилась в 1945 году, и все еще военных преступников разыскивают. Уже никого нигде нет. Сейчас слышат, что Гитлер у нас только в 1960 году. А если бы его нашли живым? По молекуле, наверное, расстаскивали бы. Слово Божие открывает нам прошлую историю. Люди мстили не потому, что им плохо сделали, а им казалось, что этот человек мешает Каиму убил Авеля. За что? Авеля ничего плохого не сделал. И вдруг в Священном Писании раскрывается причина. Потому что Каим был от лукавого. Больше ничего нет. Одна причина. Родился не от того. Отец и мать, они и те же. Оказывается, у него было другое рождение. Антидуховное. И дьявол его доставлял. Корень-то намного глубже идет, оказывается. Не мстите, возлюбленные. Представим мысль, что сейчас живой Моисей. И мы живые христиане. По Моисееву закону, если он будет действовать, он нас всех убьет. Моисеев, которому мы поклонялись. Живого ни одного не останется. Я перебрал. Вообще никого не будет. А если по закону Магомета, ни одного живого не будет. А по Талмуту, ни одного. У них прямо написано. А не лучшего христианина убей. Ну это убил. А следующий, который, ну допустим, оценка ему четвертая. Это тоже уже будет лучше. Лучше тоже убили. И этого надо убить. И так до последнего. Когда все учения мира рассмотришь, я уж не говорю. Коммунистическое. Враг не сдается. Его уничтожают. А все религиозные течения, учения. Они близко не стояли к тому, что открыл Христос. Это было потрясение. Не мстите. Накормите врага. Заботьтесь о нем. Благословляйте гонящих вас. Вот это вмонтируйте в детей. Сейчас много рассуждает о том, какая должна быть государственная власть. Какое устройство. Специальную книгу выпустили. Так и называется проект Россия. Разные виды правления разбираются, какие были. Одно из самых привлекательных, теократическое правление. Правление как бы от имени Бога. Священники везде, чтобы как в Израиле было. Первый священник Ильи. Священники, они дают указания. Вообще привлекательная идея, но самая опасная. Это означает, функции священников будут суды, прокуратура, милиция, расстрелы, воины. Все это в их власти будет. А что, что-то останется. Бредят все время симфонии государственной власти с религиозными. Это недалеко от нашел теократическое правление. То же самое зло за зло. Пытались сделать так, чтобы церковь сама собой, но все время под руководством держать мирских. Их нельзя держать. Это другая природа. Нельзя сделать, чтобы лев питался травой. Нельзя этого сделать. Он должен переродиться в вола. И это нельзя волка заставить питать соломой. Он будет овечь порвать. Это у него природа другая. Почему Господь говорит, надо народиться свыше. Вот тогда зло за злом уже не будет в законе введенным. Конечно, закон можно законом ограничить как-то. Зуб за зуб. Во время игры или как выбили зуб. Разобрались. Выбил, выбил. К судье поставил зубину на этот же самый зуб. Какой зуб? Ударили матком зуб и говорили, все, спорт закончился, иди домой. Глаз вытрунул. Какой глаз? Тоже судья его выжил глаз или иди домой. А ведь сегодня за один зуб голову скисут. Да не одного. И апостол Павел дает этот закон. Никому не воздавайте злом за злом. А иритики на духовное. Что они делают? Они же учения Троицы не предоставляют. Они же против церкви. Не воздавайте им злом. С иритиками нужно обращаться кротко, специально икану. Им рассказывать, говорить. Но не так, как Володский Иосиф. Казнить им больше ничего не было. Он день и ночь настаивал князю великому. Казни их всех. В конце концов добился этого. Князь. Мирской человек упирается, а верующий добивается. И наконец добился казни. Инквизицы, что это такое? Спрашивается, а как бороться? Борьба только одним. Любовью. Вот человек обокрал хозяина и удрал. Его нигде не найти. Он в столице. Как иголка в стойке сена. И что, нашли его? Он умеет прятаться. Нужда его загнала. И он приходит у одного узника, слышит, ему приносят много пищи. И узник, что, он сразу разоблачил его. Не на есть поед взял. Он по разговору понял, что это бродяжка. Он говорит ему о Христе, о любви Божией, о богатстве, милосердии Божия. И он обращается к Богу. И тогда этот Павел, апостол, пишет к Пилимону. Прими его. Прими. И отправь обратно ко мне. Он мне нужен здесь. Тебе он не нужен был. Это вор. А он оглотился. А если мне нужен? Считайте посланник Пилимона. Это же вор. Да если бы на каждого-то вора Павла где-то родить. Да если бы каждый-то Алисин наткнулся на этого Павла. Сколько же новых тружеников на небе Божьих было? А ведь с мусульманами-то бороться можно. И тоже любовью. А рассказать им, что Магомед ошибся. Что Христос не умирал. Он умер. И показать, и доказать. Другого-то нигде не было источника веры, как только из Евангелия. Нет зло неперывно с татарами. Война с мусульманами. Вы думаете, напрасно это поговорка? Казанские сирота. Это значит, Иван Грозный полностью истребил мужское население. Вся Казань были сироты. Нам этого никогда не просят. А это тоже неправильно. Объявляет священный воюм джихад тоже неправильно. Никому никогда не воздавайте злом за зло. Тебя обидели чем-то. Сотвори молитву. И садана отойдет. В любом зле с милосердием Божьим ты найдешь добро. Господь доказывает, бьет. Но все время шьет только покаяние, чтобы помиловать. Бог ищет причину. Хоть маленькую. Но дайте Богу возможность помиловать человека. В первом послании к Коринфянам 13, 4, 5. Показано главное лекарство. Вот здоровый образ жизни. Нет зла. Боляшки все исчезли. Любовь долго терпит. Милосердствует. Любовь не завидует. Любовь не превозносится. Не гордится. Не бесчинствует. Не ищет своего. Не раздражается. Не мыслит зла. Я хочу проверить все места, где говорится о зле. Любовь не мыслит зла. А что, по Моисееву закону зло было? Сплошное зло. Но только в уменьшенном виде. Закон Моисея был только нянькой. Он только вел. Его назначение привести ко Христу. Кто этого не понял, он так и находится под водительством няньки. Хотя уже борода седая. Если ты желаешь жить не во зле, ты хочешь быть здоровым. Ищи у Бога. Ответ. Вот я начинаю смотреть. Приходят журнал здорового образа жизни. Лечебные письма. Но столько же пишут о болезниках. И на каждую приноровись, она у тебя есть. Вот почему из прихожих стали убирать в больнице, из поликлиники. Люди считают с большим воображением. И каждый себе находит эту болезнь. Забудь про нее вообще, не думай. Молись и радуйся Богу. Воздавай охвалу. И скажи, а завтрашний день еще на день старше буду. Болезнь будет еще больше. Да не о болезни надо думать. А о благодарности Богу. Да, у Бог болезнь. Благодарю тебя, Господи. А это вам здоровье было. Где я его порастерял все? Где я ходил? Прости меня, Господи. Начни думать о болезни, и о здоровье вообще ум не придет. Любую болезнь, это надо день и ночь запаривать травы, сидеть по часам, смотреть, намазываться. Конца края никакого не будет. Самое правильное, не злись никогда. Злой истреби. Не злись. Ну, подошло что-то сразу на колени. Испытайте. Крепкая узда должна быть привязана к переднему углу, где икона. Чуть что развернулся. Я сколько говорю. Заведите себе лестовое. Ну, не могу никак я тебе доказать это. Приедем, вместе помолимся. Один раз. Еще раз может мне, отец Иоанн, специально заканчивай все работы, к вам приеду, чтобы пожить вместе. Отец Иоанн, с нами трудно жить. На каждое дело все поклонно. Чуть что не так, мы опять залезли в уголок. И таким же светом все вокруг сиять начинает. Другими цветами. Сам себя начинай наказывать. Быстро все это уйдет. Мы как-то ехали в поезды. Я никогда не ездил, шесть человек. Я говорю, давайте договоримся так. Как только между нами какое-то несогласие. Паститься. В вагоне. И мы истребили в течение двух дней. Все, абсолютно. Как только несогласие какое. Ноги на полог, опять лежим, ждем, когда обед подойдет. Да, беда, что-то между нами возникло не так. До вечера все, сатану морить надо голодом. Он любит, когда ему все это подкидывают. Выкинуть это все. 1 Коринфянам 6, 6, 7. Но брат с братом судится. И при том перед неверными. И то уже весьма унизительное для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть решения? Лучше оказывается, когда меня давят. Не то, что обиду какую-то держать. А почему? А я ради Христа это делаю. А ты мог был дать сдачу? Конечно мог. Но я знаю, какие будут последствия. У того есть еще друзья. Они меня будут караулить, поймать, когда я буду идти один. А я буду с охранником убивать вместе с охранниками. Я считал, как убивали пример министра. Едет шесть охранников вокруг. Шесть. Святогор загорелся и идут мимо стюарда. Не стюардессы, стюарда. И вдруг скидывают плащи и у всех автоматы. Через три секунды все охранники мертвы. Его выкинули. Все государство ищет. И найдут только мертвого в другом месте. Невозможно спасти себя. Спасает только Господь. Ты сегодня, прикинь к себе и скажи, жизнь моя сегодня сколько раз стояла на грани, что она могла закончиться. И от скотины, и от болезней, от невидимых микробов. Да и вообще в мире нестабильная обстановка. В любой день может разразиться третья термоядерная война. Это все только вспышки ведут. И все это зло. Это нам кажется. У нас верная обстановка. Каждый год возникает на земном шаре десятки войн. Локальных, местного характера. Десятки. И гибнут люди. Кто-то партизанит, как будто оружие продают. Продают и продают русские оружия. На миллиарды опять сделки сейчас сделали. Северная Америка. На миллиарды долларов. Это все зло сеется. И говорят, наш автомат занял первое место по многим признакам. Шесть признаков. По тому, сколько убиты. А кто автор? Называют его. Он счастливый человек? Нет, конечно. Внезапно погибает дочь. А у него уж никого нет. Какое его горе? А к нему и вопрос. А сколько ты горя посеял этим изобретением? И все совершенствует и совершенствует. Зло. Ты совершенствуй любовь. С какой стороны подойти? Я вот так делал. А теперь можно еще и вот так. А можно через живу подойти к человеку. А можно через дочь, через знакомого, через нужду его. Все это надо исследовать. Первое Петра 2.12. И Петр учит так же. И провождать добродетельную жизнь между языщиками. Да вы не за то, за что засловит нас, как злодея. Увей добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Я скажу Петр, а Мах, которому-то рубанул Богу-то, он прославил Бога? Петр может сказать, прости меня, Господи. Не знаю, что делал. Тоже нашелся казак. Шашка размахался. Все переменилось. Петр стал другим. Теперь руки распростирает и идет, куда поведут. 1 Петра 3.16. Имейте добрую совесть. Это же молитва. Господи, дай мне добрую совесть. Совесть первичней Евангелию. Когда я прочитал у Иоанна Златоуста, я долго размышлял. Как? Евангелие я всегда считал на первом месте. Но стал читать дальше, Златоуста доказал. А когда Евангелия не было, как люди жили? Скажи, как жил Иоанн? Закона-то не было через совесть. А как жил Абель? Как жил Ной? Как он руководству, со левой и правой, отвечал? Совесть. Совесть первичная. Первичная, то есть раньше, вот какой смысл. А когда совесть заглохла, сожженная была грехами, Бог дает писанный закон Моисея по потом Евангелия. То есть это вторичное. То есть позже пришло. О которой человек живет по совести. И ему Евангелие-то бы и не нужно было, если бы не пришествие Христа. А о Христе узнать, тут нужен тогда Евангелие. Вот с этой миссией мы сегодня думаем поехать. Добыть тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Я заранее сказал, если скажут, что я покончил жизнь самоубийством, никогда не верьте. Это невозможно. Ни в каком случае никогда, впрочем, а я христианин. Если скажут, что он убил нечаянно, может быть, убил. Кидал сверху, кричал, а ребенок не слышал, упала на него балка, потому что я строитель. Не огородили, а который должен смотреть, он отошел в сторону, убил-то я. Нечаянник говорит, нечаянник. Ты машину на тормоза не поставил, разминулась, ребенка задавила. Ты все равно виновен в этом. Но это нечаянник. А христианин ничего этого не может сделать. 1 Фессон Екисом 4.12. Чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались. Мы все время насторожим. Человек неверующий, какие делает движения, как он говорит. Однажды спросили, скажите, вы людей как узнаете? Я говорю, с какого расстояния? А даже с расстояния можете узнать? В пределах видимости, если бинокль есть. Я могу определить, верующие или неверующие? И как быстро, в течение одной минуты? Как они разговаривают? Как они поворачиваются? Как говорят? Как смеются? Выгибаются? У верующих все другое. Все. Просто приглядитесь. Когда верующие разговаривают между собой. У них во всем величие. Верующий человек, он в присутствии лица Божия находится. Какие высокие слова он говорит. Как все смолкает. Его и птицы, и животные слушают. Первое, что с Никистом 5.15. Смотрите, что вы то, кому не воздавал злом за злом. Но всегда ищите добра. И друг другу, и всем. Когда начинали строить потеряйку, мысли были всякие разные. Углубить, пуды. А у меня было желание построить дом презрения. Как богадель. А для кого? Для коммунистов. Что власть сменилась. Они всеми презираемыми будут выброшены, никому не нужны. Ну, которые покаются, конечно. То я бы собрал их и докармливал. Думаю, что у нас все будет. А такое у меня в мыслях было. Но я говорю, где-нибудь вот здесь за храмом построить, чтобы он красиво был. Ухаживать за ними. Чтобы они его увидели в конце жизни. Что такое христианство. И кого они ответили. И каким дурным путем они шли. И сейчас выпускают они свою газету и говорят, повторим 1917 год. Большего безумия даже придумать нельзя. И они среди нас, эти люди, живут. А можно ли их обратить? Говорю, что я с такими встречался в краевой администрации. Неоднократно беседовал. По голову беседовал. Вот совершенно, чтобы ничего не принимали, мало таких людей. Ну, это уже отчаявшиеся. У которых Дух Святой отнял возможность покаяния. А как правило, говорят, ну вот я вышел раньше еще от них. Я понимаю, это зло. Ну вот царя расстреляли. Ну вот и кровавый Николай. Ну а дочек-то за что? Четыре девушки. Ну прикинь, к твоим девушкам выводят. Они ничего не знают. Они нигде не участвуют. Мальчишка 14-летний. Злодеев. Первый час на них ельцам. Паил уже пишет в Салонике. 5.15. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за злом. Какая забота была. Никому никогда злом за злом. А ведь хочется. Он мне сказал, а я-то больше не знаю. А вот я его теперь и вылетаю. Прикуси язык, помолись, подумай. Обойди. 5.22. Первый час на Египте. Удерживайтесь от всякого рода зла. Пишет верующим. Значит верующим не так, что я христианин, я родился свыше. И ко мне зло не подойдет. Это неправда. Зло постоянно подходит и надо воздерживать. Если оно тебе тянет, хочется сказать, ну а как? Повторяй в угол. Не кого-то встань, а сам встань. И положи 100 поклонов. И за каждым поклоном найди что-то в себе. Господи, как эту обстановку выправить? Господи, коснись его сердце, чтобы ожесточение от него отошло. Ну ты, Господи, только ты это можешь. Я ничего не могу сделать. Я знаю, как только подойду, он обозрится. Я начну ему говорить, а у него же мысли. Он компромат на меня собирает. Я знаю, он такой человек. А это еще не конец. Внезапно все меняется. Вот то, что мы помаленьку движемся благовестной. Видите, какие свидетельства я вам говорю? И священство ожесточено. Мы сделали такой ход сейчас. Они ожесточены, а мы их пригласим. Батюшка барашка заходит. Они же не откажутся. Ну конечно, выпеки у нас нет. Они потерпят один раз такой обед. Они любят выпить. Но мы чем-то другим займем, что-то еще. А может быть дальше как-то будет. А может Бог даст и когда-то злодействующим против меня епископа пригласим. Лично мне многие люди хотели зла сделать. Очень многие. Притом самые близкие. Я сказал, что посты вот эти, они не нужны. Их установили монахи. Но я православный должен точно исполнять. Ко мне родная сестра подошла. Ты дай мне адрес. Я напишу в Синод на меня за то, что я сказал так. Кто только родные, близкие. Все отошли. А мы как стояли, так и стоим. Я не скрываю, что мои взгляды неординарные. Они не сходятся с тем, что общеприняты. Но ты живи рядом, ты увидишь. Я нигде их не нарушаю, эти усталые. Я обязан нарушать, не нарушать их, твердо исполнять. Первое послание Тимофея 5.14. Итак, я желаю, чтобы молодые в домы вступали в враг, рождали детей, управляли домом и не подавали противник никакого повода злоречию. Чтобы зла-то не было, надо самим жить как должно. А злоречие, оно тоже бывает не на пустом месте. А вот по уставу, когда делаешь, злоречие исчезает. Второе коринфянам 8.20. Остерегайтесь, чтобы нам не подверглись от кого нареканиям. При таком обилии приношениях, веряй в их нашему служению. Многие присылали деньги, Павлу. Денег было очень много. И он отправлял в Русалин. И он заботился. Не та, что касса, я сам скрыл, отделил, отдал кому-то. Вот у нас касса, назначенные люди. Я ее не вижу даже никогда, сколько там. И всегда докладывают, столько там рублей, куда их тратили. Каждый год делается отчет. Знаете, на душе у всех легко. И всегда спрашивают, подозрения у кого-то есть на этих людей. Мы сейчас переберем. Давайте, ну ты будешь здесь. Все набирают. Поэтому у нас разговор о деньгах вообще никогда не бывает. До копейки на учете. Второе Коринфянам 8.21. Ибо мы стараемся о добром, не только перед Господом, но и перед людьми. Как зло истребить? Стараться, чтобы и мнение было хорошее. Не подавать этого соблазна. Люди подыскиваются злым, подвергающим. Обязательно даже. Вот говорят, как бороться с мусульманством? Но это же великая беда. Я не знаю особого рецепта, другое не могу дать. Знаю, что молитва. Вот я на Кузнецке нахожусь в тюрьме. Первый вопрос в камере, когда попреслался. Где мне, Боже, молиться? Я уже нашел, Боже, я тут не буду вам мешать, в уголок встал. Нет. Тут я молюсь. Дня два прошло. Татарчонок. Подошел ко мне и спрашивал, а можно я вашему Богу буду молиться? Он мусульманин. Что его тронуло? Я знать не знаю. Я немножко с ним всего и побеседовал, рассказал о Христе. И он сразу запросился молиться. А если бы я его мечом, надзривым, ну как Иван Грозный делал? Ну и что бы было? Еще нового врага нашел. А рядом другой мусульманин, ну теперь ему что-то говорит. А он все равно идет молиться. У меня это не касается. Я отвернулся к стенке и молюсь. Колоссинам 4.5. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Размеряйте слова. Что значит благоразумно? Завтра этого момента может и не быть. Конечно, только добро. Филиппийцам 4.8. Наконец, братья мои, что только истина, что мид честна, что справедлива, что чисто, что любезно, что достослава, что только добродетели похвала. А то, помышляйте. Вот сколько он перечислил. И из всего будет рождаться только добро. А тебя не примут. Твои дела будут перетолковывать. Ты не думай об этом. Все каким-то образом повернется в другую сторону. Бог до определенного момента позволяет злодеям злодействовать. А потом они начинают присматриваться. И злодеи потом сами на твое имя будут ссылаться. Филиппийцам 4.9. Если вы научились всему, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте. И Бог мира будет с вами. Вот у меня в лагере ребятишки разогрались. А это он. Всегда одинаково. А это он первый. И в школе у вас. И в семье у вас такая. Это он первый. Вот это истребитель. Чтобы ребенок никогда не ссылался ни на кого. Тебя ударили. А ты не ответил. Все закончилось. Маленький. В несколько раз слабее. Но все равно хоть один раз посарается ударить. Посмотрите. Грузия. Ну какая там страна. Киллась моська на льва. Она знает, что за ней детка с дубинкой еще стоит. А если верующие-то были бы. Да зачем же это мы будем делать? Да что мы на игрушках в руках масонов. А не смотри, что делать. Собственно, дома взрывают. И здесь те же самые дела творятся. Только добро. Притча 20-22. Не говори, я отплачу за зло. Предоставь Господу. И Он сохранит тебя. Как уничтожают люди друг к другу. Клан на клан. Кромная месть. У нас кого-то убили. Дядя у них. А теперь кровная месть теперь на них. И вдруг христиане говорят, все надо прощать. Так если убили, у меня кого-то. Прощаю. Но тот, если бы встал, он бы не простил. Но это с него спрос. А ему сейчас не до этого. Он уже пошел по мотарствам. Только прощение и любовь. Да что, и врага кормить. Да прямо написано, враг голоден и корми враг. Не просто враг, а враг, который тебе великое зло сделал. Вот почему христианство встретило такой отпор во всех религиях. Говорят, что в римском патионе было 500 божеств. И все до одного последователя объявили войну христианам. Даже не надо было гадать и считать. Погибло христианство, но, оказывается, тех религий вообще нет на земле никого. А христианство сияет всеми огнями. Притом через разные секты Бог нас шлифует. Мы тоже можем многое везде взять доброе. Титул 24. Чтобы выразумляли молодых, любить мужей, любить детей. Вот если бы стали, бабушки, вот этим занимались, любить мужей, любить, значит, слушаться. Нигде бы мужу поперек слова не говорить. Вот этому не научат, значит, развод очень близко. Скандалы в семьях будут. Установите авторитет мужа. Любить детей. Вот старушка для чего ей нужна. Для чего старец нужен. Титул 25. Быть целомудренными, чистыми, попечительными, одуми. Добрыми, покорными своим мужьям. Да не порицается слово Божие. Сколько зла сразу уйдет. И семьях-то разводы. И денежи-то из-за чего. Каждый считает себя правым. А если бы сразу эту иерархию установили. И злом за злание воздавали. Да, правильно. А на все равно, говорит, хорошо. Муж пришел после получки. Не такое. Размахался руками. А дальше, а я ему отомщу, я уйду. Ушла. А теперь, теперь кается. Была и дура. Что я наделала. Теперь дети растут сиротами и прочее. Так что его терпеть надо было. Не просто терпеть, а молиться. И в мирской литературе много про это написано. Итак, слова апостола Павла. Не воздавайте никому злом за зло. Но пекитесь о добром перед всеми. Это касается в первую очередь наших ближних. Аминь. Спасибо. Спасибо.